Еще не так давно слово биткоин вызывало на лицах людей явное недоумение, однако сейчас почти каждый школьник может с уверенностью сказать, какой нынче курс биткоина. Биткоин – одна из равновидностей криптовалюты – виртуального платежного средства, которое, в отличие от национальных валют нашей планеты, не имеет абсолютной платежной системы. Если, например, у вас есть рубли, то вы имеете абсолютно законное, подтвержденное законом право заплатить за все, что угодно на территории России. То есть рубли обязаны приниматься у вас в любые платежи и расчеты. То есть криптовалюта не является законным платежным средством, то есть государство не гарантирует, что вы с ее помощью можете рассчитаться за какие-то товары и услуги. До сих пор доподлинно неясно, кто же создал биткоин. Его создание приписывают разным людям или даже группам людей, многие из которых сохраняют анонимность. В 2008 году человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото был опубликован в файл с описанием протокола и принципа работы платежной системы в виде одноранговой сети. В 2009 году он закончил разработку протокола и опубликовал код программы клиента. Уже в 2009 году был сгенерирован первый блок и первые 50 биткоинов. Самая первая транзакция по переводу биткоинов произошла 12 января 2009 года. Сатоси Накамото отправил HelloFini 10 биткоинов. Криптовалюта, в отличие от других валют или финансовых инструментов, не имеет никакого экономического основания. В ней нет ни золотого содержания, как в старых валютах, нет и привязки к экономике страны. Сам по себе биткоин, существуя в виртуальном мире, не имеет под собой никаких физических ценностей. Однако существует реестр с данными, в которых записаны транзакции людей, работающие с криптовалютами. Ощущается это в виде записей в специальной базе данных. Это называется как раз распределенный реестр или распределенная база данных, в которой записано, кто кому, когда условные биткоины передавал. И, соответственно, можно определить, у кого сколько этих биткоинов на данный момент. На данный момент биткоин служит инструментом спекуляции. Из-за невозможности контролировать курс этой валюты, цены на биткоин постоянно меняются. И единственная сделка, в которой могут фигурировать биткоины, это сделка между людьми. По принципу ты мне, а я тебе. По отношению к другим валютам, по сути, ни от чего не зависит, кроме чисто спекулятивного интереса к ней или отсутствия такого интереса. Никто не может сказать достоверно, а сколько должна стоить криптовалютная единица, потому что у нее нет никакого объективного экономического основания. В январе 2014 года Центральный банк России предупредил, что операции с виртуальными валютами являются спекулятивными. Споры о том, разрешат в России биткоин или нет, велись на протяжении последних пяти лет. Однако совсем недавно, в третьем окончательном чтении, Госдума приняла законопроект о цифровых финансовых акциях и цифровой валюте, которая признает криптовалюту, в том числе и биткоин, платежным средством. Однако оплатить цифровой валютой товары или услуги на российской территории нельзя. Операции с криптовалютами осуществлялись в том числе и российскими гражданами, и компаниями, и на территории России. Но было абсолютно непонятно, как их трактовать с легальной точки зрения. Операции с криптовалютами никто не запрещает, но их использование возможно именно только в качестве финансового инструмента, в качестве спекулятивного инструмента. То есть вы можете приобрести криптовалюту, вы можете ее продать, вы можете даже на этом заработать, но тем не менее вы не можете использовать криптовалюту в качестве средства платежа. Пока что тенденции и криптовалюты меняются каждый день, но можно с уверенностью сказать, что виртуальные валюты вряд ли заменят государственные деньги. Технология блокчейн может быть в перспективе использована для того, чтобы перевести на нее национальные валюты, и даже такие проекты в некоторых странах имеются. Лев Диденко, Универ, Ньюс. Лев Диденко, Универ, Ньюс.